Чемпионат мира по грепплингу завершился всего три дня назад, а его победитель, сочинец Данил Серебряков, уже готовится к новым стартам. Теперь, говорит тренер, высокий титул чемпиона мира нужно подтверждать новыми победами. Мировой чемпионат в этом году проходил в Москве, впервые в истории России. Вообще, грепплинг в нашей стране – вид спорта молодой, да и в мире он существует всего два десятка лет. Я бы назвал грепплинг таким синтезом всех видов борьбы, то есть он совмещает все традиционные виды борьбы в одном. То есть там есть и бросковая техника, и какие-то болевые, и удушающие элементы в партере. Но все-таки акцент сделан в партере, потому что, чтобы досрочно выиграть схватку, нужно сделать какой-то прием, а он, как правило, делается в партере. На чемпионате мира в Москве Даниил выступал в категории до 34 килограммов. Провел две схватки, обыграв корейца и россиянина. Для него эта победа стала второй большой после триумфа на первенстве страны. Таких результатов удалось добиться всего за полтора года тренировок. Кстати, Даниил на мировом чемпионате был единственным представителем Краснодарского края. А вообще в чемпионате мира принимали участие спортсмены из Италии, Франции, Ирана, Азербайджана, Казахстана и даже Индии. В восторг. Я доволен победой. Первый чемпионат мира. Первый финал я выиграл. Я боролся всего лишь две схватки. С первой выиграл я по баллам. Ну и во второй тоже, в финале я уже выиграл тоже по баллам. Пока греплингом в Сочи занимается порядка 50 человек. Тренировки проходят в первой спортшколе, где для этого вида единоборств выделили отдельный зал. Тренер Даниила надеется, что греплинг займет достойное место в списке спортивных дисциплин, доступных сочинцам. Завтра, 27 ноября, Радмир Сатиаджиев проведет мастер-класс. Он поделится авторскими приемами борьбы и методикой тренировок. Участником открытого урока может стать любой желающий.